Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем готовить вкусные индюшины от бивнушки. Для этого нам понадобится филе индейки, соль, перец черный, яйца, тимьян. По желанию, вот здесь у меня есть приправа для курицы, кунжут. По желанию, сухой чеснок, можно выдавить обычный, свежий, если нет сухого. Масло растительное и панировочные сухари. Любые специи можете по желанию взять те, которые вам нравятся. Если это дети есть не будут, то можно добавить острый красный перец. И на гарнир, как обычно, у меня здесь вареная картошечка, которую я обжарю в сливочном масле. Индейку режем какими-нибудь удобными кусочками. Я вот такими вот пятачками буду резать. И каждый кусочек слегка отбиваем. Отбитые кусочки можно сразу присолить. И поперчить с обеих сторон. И складываем это все в любую подходящую посуду. Если за один раз вы эти котлетки не съедите, то всегда можно поставить в холодильник и на следующий день опять же так же пожарить. Это не проблема. Мясо я отбил. Теперь делаем лизон, яйца. Взбиваем. Сильно до пены прям его взбивать не надо. Просто размешать хорошо и все. Вот и все. И теперь делаем то, во что мы будем это все обмакивать. Панировку. Вот панировочные сухари. Насыпаем. В первую очередь. И уже в них начинаем добавлять всякие специи. Вот я добавляю тимьян. Сухой чеснок. Приправа для курицы. И кунжут. Все это хорошо перемешиваем. Здесь у меня уже жарится картошечка. Разогреваем сковородку. Я уже налил туда масло растительное. Сковородка разогрелась. Теперь берем каждый кусочек, обмакиваем в яйце. Потом в наших сухарях со всякими приправами. И отправляем кипящее масло. Сразу пошел аромат пряностей. Вот и все. Теперь жарим до румяной корочки. Индейка жарится очень быстро. Поэтому смотрим, как только подрумянится, а переворачиваем. С одной стороны подрумянилось. Переворачиваем. И так же обжариваем с другой стороны. Котлетки поджарились. Выкладываем их на бумажное полотенце. Чтобы скисался лишний жир. Как хорошо и удобно на фигунных сковородах все жарить. Ну что, друзья, пробуем индюшиные котлетки. Готовить их, в принципе, очень просто, быстро. Вот такие они получаются, красивые. Любые специи вы сюда, конечно, можете применить какие угодно. К такому мясу пойдет все, что хочешь. Нежнейшее. Сочное. Вкусное. С картошечкой. Жара у нас 40 градусов. Потому пиво просто улетает. Вот еще с таким вкусным соусом. Очень люблю острые приправы. Вот к таким всяким котлеткам. Как они хорошо идут. Всякие соусы. Вот такое что-нибудь. Ох. Это просто сказочная прелесть. Таким можно накормить любую компанию. Делается очень быстро. И главное, что вкусно. Я думаю, всем понравится. Если не применять какие-то острые специи, то дети будут это в лед есть. Пробуйте. И вам тоже понравится. За вас, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok